Библейский портал экзегет.ру представляет Книга Бытия, седьмая глава, перевод российского библейского общества, читаю его для библейского портала экзегет. Ну и в потоп, вот уже в шестой главе Бог объявил Ною, что он уничтожит человечество и предупредил его о том, что надо построить ковчег. Собственно, все это и происходит в седьмой. Господь сказал Ною, войди в ковчег и возьми с собой семью. Я вижу, что из всех ныне живущих ты один проведен предо мной. Возьми с собой по семь пар самцов и самок от всех видов чистых животных, и по паре самца и самку от всех видов нечистых животных, и по семь пар самцов и самок от всех видов птиц небесных. Пусть сохранится на земле их род. Чистые животные те, которых можно приносить жертву, и понятно, почему их нужно больше, потому что как раз для жертвоприношения часть из них пойдет. «А через семь дней я пошлю на землю дождь, он будет литься сорок дней и сорок ночей, и я смету с лица земли всех, кого я создал». Ною выполнил все, что повелел Господь. «Когда Ной было 600 лет, начался потоп. Ной открылся от потопа в ковчеге вместе с сыновьями, женой и женами сыновей. А из всех видов скота, чистого и нечистого, и птицы, и всякой живности земной, к нему в ковчег пришло по паре, самец и самка, как появлял ему Бог. Семь дней минуло, и начался потоп». «Внимательные люди мне сейчас скажут, ага, Бог ему сказал, от чистых семь, а от нечистых одна пара, а вошло по одной ото всех». Противоречия, да. Вы знаете, вот как раз история о новом потопе – это пример того, как в тексте явно сочетаются два разных предания. Две версии одного и того же предания о новом потопе. Их вот как раз мы уже видели, эти разные версии, на примере первой и второй глав «Бытия», где сотворение мира описано довольно по-разному. Так и здесь есть отрывки, которые относятся к одному, есть которые к другому преданию, но это вот сейчас на словах довольно трудно передать. Это надо показывать в табличке, и такие таблички, конечно, есть. Но я дам только один вывод. Смотрите, небольшие расхождения между версиями есть, но принципиально они ничем не отличаются друг от друга. Идея у них одна и та же. В шестисотый год жизни Ной во второй месяц года, в семнадцатый день месяца отверзлись жерла Великой Пучины, распахнулись небесные створы и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. Вот, кстати, еще тут будет одно расхождение с количеством дней. Тут сорок, а дальше будет сто пятьдесят. Но это не принципиально. В этот день Ной вошел в ковчег вместе с сыновьями Симом, Хамом и Яфетом, с женой, с женами сыновей, а с ними все звери и скот, вид за видом, и вся живность, снующая по земле, вид за видом, и все птицы пернатые и крылатые, вид за видом. Вот все по своим видам. Все они пришли к нему в ковчег, попаря ото всех, ком есть дыхание жизни. Ну, то есть те, кто дышит воздухом, потому что рыбам не надо. От каждого вида самец и самка, как выявлял Ною Бог. И Господь затворил за Ноем дверь ковчега. Сорок дней длился потоп. Когда вода стала прибывать, она приподняла ковчег, и ковчег поплыл. Вода все прибывала и затопляла землю. Ковчег плавал, а вода поднималась все выше, пока не покрыла самые высокие горы, какие есть под небом. На пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и горы исчезли под водой. И погибли тогда все, кто жил на земле, и птицы, и скоты, и звери, и все твари, и какими была полна земля, и все люди, все, в чьих ноздрях было дыхание жизни, все обитатели суши, все умерли. Все, что было на земле, и люди, и скоты, и всякой живности, и птицы небесные, все было сметено с лица земли. Обратим внимание, что вот здесь гибель всего мира, она зависит от поведения человека. То есть зверушки, к сожалению, разделяют судьбу человека, и им не за что погибать, но погибают. Вот сегодня это называется экологическая катастрофа. А смысл примерно тот же самый. Человек себя так видел, что уничтожает жизнь вокруг себя. Уцелел лишь Ной, и те, кто были с ним в ковчеге. Наводнение продолжало 150 дней. Ну вот было 40, здесь 150. Не очень хорошо согласуется, но можно сказать, что 40 дней шел дождь, а 150 дней пребывала вода. Но все равно это как-то непонятно. А почему еще 110 она пребывала? Что там еще происходило? Видимо, все-таки две версии преданий, и мы встретим их еще и в восьмой главе. В деталях различаются. По сути, одно и то же. Продолжение следует...